Привет, я Влад, это канал SciOne и новый выпуск Пушки. Для тех, кто впервые здесь, это рубрика, где я делюсь новыми научными загадками, открытиями, рассказывая про новые удивительные изобретения и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. В заголовке ролика лишь одна из новостей, между ними можно быстро переключаться, для этого я сделал оглавление. Итак, сегодня у нас тем немного, но одна лучше другой. В подземной лаборатории засекли темную энергию? Возможно. Это самая загадочная и непонятная вещь во Вселенной, которая заставляет все быстрее разлетаться друг от друга звезды и галактики. Если мы научимся ловить темную энергию, это будет одним из главных открытий нашего века. На древний город обрушился взрыв, равный тысяче атомных бомб. Неужели удалось найти реальные свидетельства страшной катастрофы из библейской легенды о Содоме? Ученые считают, что очень на то похожи. И загадки, ночь, философы-убийцы и черная удача. В общем, все как мы любим. И последнее пока не начали. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой кнопки. Особая благодарность Дмитрию Орлову, Павлу Новикову, Дебагеру Фриману, Павлу Дунаеву, Сергею Чапаеву, Алексею Леонова, Сергею Дмитриеву, Роману Шостакову, Джанкаю, Олегу Жину, Ленару Хуснулину, Михаилу Зайцеву, Андрею Кезикову, Евгению Дару, Артему Первушину, Антону Полгунову, Сереге Ка и всем, кого не упомянул. Начинаем. Они недоступны не из-за расстояния, потому что с обычным веществом темная материя и энергия не взаимодействуют, как призраки. Хотя на самом деле это мы с вами, с нашими звездами и межгалактическим газом, для них призраки или, хуже того, пыль. И тут вдруг нам, судя по всему, удалось впервые в истории зацепить и засечь темную энергию. И не в случайной лаборатории, а на большом международном научном проекте, где работает 21 команда исследователей из США, Германии, Швейцарии, Израиля, Швеции и далее по списку. Неужели мы и правда прикоснулись к прежде недоступной и самой загадочной стороне нашей вселенной? Чтобы это понять, надо сначала разобраться, а почему это мы вообще решили, что темная энергия существует, да еще в таких количествах, 68% от массы вселенной. Открыли темную энергию астрофизики, которые увидели удивительную антигравитацию в действии. Было это в конце 90-х. Разные объекты в космосе, звезды и целые галактики, оказывается, не просто разлетаются в стороны по инерции после Большого Взрыва, но почему-то это делают все быстрее, что уже никак не вяжется с прежними представлениями об устройстве вселенной. Наоборот, разлетаются они так, будто иной природы гравитации их друг от друга отталкивает. И в самом деле, данные оказались настолько надежными, проверили и расчеты, на это ушло еще несколько лет. В итоге научное сообщество не просто признало открытие, но и вручило Нобелевские премии исследователям. Так, в современной науке о космосе законное место получила темная энергия, сила непонятной природы. Поэтому ее называют темной, а не потому, что она мрачная и сулит что-то нехорошее. Еще нам точно известно, что темная энергия равномерно распределена по вселенной, без сгустков и скоплений, в отличие от материи. А значит, здесь и сейчас, где бы вы ни были, темная энергия повсюду вокруг нас. Главный кандидат на роль темной энергии – вакуум. Ведь у него тоже есть своя энергия. Это простейшие из возможных объяснений силы, которые с ускорением разносят вселенную. Как объясняет академик Рубаков, энергия вакуума, как и любая другая энергия, весит, то есть гравитирует. Вакуум – это состояние наинизшей энергии, поэтому, кстати, энергию от него отобрать нельзя. Но эта энергия совершенно не обязана быть равной нулю. С теоретической точки зрения она может быть и положительной, и отрицательной. Но если она положительная, то будет иметь как раз те свойства, которыми должна обладать темная энергия – однородность в пространстве и постоянство во времени. Но многих физиков такое объяснение не устраивает. В первую очередь из-за несуразно малой плотности энергии вакуума, которая нужна, чтобы теории и наблюдения друг другу не противоречили. Дело в том, что вакуум – это не абсолютная пустота, а довольно сложная с точки зрения физики среда. Там все время рождаются и умирают так называемые виртуальные частицы. А теперь представьте себе теоретика, который изучил физику элементарных частиц, но ничего не слышал о нашей Вселенной. Этот мысленный эксперимент придумал академик Рубаков. Попросим такого не от мира сего теоретика предсказать плотность энергии вакуума. Ученый знает масштабы энергии, характерных для фундаментальных взаимодействий, и соответствующие масштабы длин в нашей Вселенной. И делает свою оценку. И он ошибется в невообразимое число раз, на десятки порядков величины. Наш с вами теоретик предсказал бы такую большую энергию вакуума и такой вызванный ею темп расширения Вселенной, что дома на соседней улице должны были бы просто разлетаться со скоростью света. А все потому, что энергия вакуума на практике слишком мала, чтобы стыковаться с теорией. Так что на роль темной энергии ищут и других кандидатов. Например, некое сверхслабое поле, пронизывающее всю Вселенную. Если это так, то у него должны быть особо легкие кванты, еще неизвестные нам частицы, с крайне малой энергией. И они должны, пусть слабо, слабее гравитации, но взаимодействовать с частицами света, фотонами. Например, менять немного их свойства, поляризацию цвета и направления. А значит, темную энергию можно засечь с помощью эксперимента. Для этого в глубине итальянских гор построили лабораторию. Она находится в полутора километрах под природным экраном из скал. Там в огромном резервуаре с водой поместили большой детектор частиц, цилиндр с ксеноном. Это благородный, то есть химически неактивный и очень красивый газ. То ИСО его здорово показал в одном из своих роликов. Так вот, в цилиндре 3,5 тонны ксенона в жидком состоянии. Он должен как бы ловить пролетающие сквозь него особо редкие частицы. От популярных самозванцев большинство других частиц прикрывает щит из скал воды и других изоляторов. Внутри цилиндр облеплен сверхчувствительными фотосенсорами. Они улавливают вспышку даже одного фотона. А эти вспышки и есть главные события, ради чего все затевалось. Они происходят, когда пролетающие народные частицы сталкиваются с местными частицами газа. Разумеется, помимо возможных частиц с темной энергией, полно реальных других частиц. И столкновение обычных частиц для такого эксперимента – шум. Событие, которое лишь отвлекает. Но поскольку это более-менее стабильный шум, то его нетрудно определить и дальше следить за всем, что выбивается даже на его фоне. Какие-то невероятно уникальные события столкновения. Они на данных выглядят как аномальный излишек, который не укладывается в общую картину. Именно он и случился в прошлом году. Стали проверять. Может, это другая, тоже гипотетическая частица, летящая от Солнца, Аксион. Но нет, не сошлось, как не сходятся детали в пазле. Ните очертания, параметры вспышки и, судя по ней, самой частицы. Предположили, что это вовсе могло быть загрязнение в цилиндре. Засветились по недосмотру несколько атомов трития. Даже предположили, что вспышку мог вызвать шальной нейтрино – редкая космическая частица. Если бы это было так, то пришлось бы переписывать учебники, потому что и здесь поведение вспышки было не таким, как должно быть в случае с нейтрино, какими мы их знаем. И вот спустя год, после множества расчетов и проверок, исследователи опубликовали работу, в которой показывают, что это все-таки могла быть частица темной энергии. И тогда данные наблюдений сходятся. Конечно, потребуется перепроверка другими командами исследователей. Более того, нужно будет дождаться новых таких событий вспышек, чтобы получить больше данных и проверить их тоже. Попробовать протестировать другие объяснения и гипотезы. Так что на самом деле открытие в процессе, если вообще состоится. Но если оно состоится, это будет одним из самых больших событий при нашей с вами жизни. Ведь мы начнем понимать, как же устроены 95% остальной пока что недоступной нам Вселенной. Не забывайте, что подробнее почитать обо всем, что я рассказываю, можно по ссылкам в описании под роликом. Чтобы сделать этот выпуск, я написал письма в пару европейских, несколько американских и один китайский университет. И это не сложно. Что действительно было сложно и страшно, без шуток, это живой разговор с исследователями на английском. Язык-то я вроде более-менее знаю, но всегда боялся говорить на нем. Запинаюсь, поправляю сам себя и жутко краснею при этом. Любой, у кого мало разговорной практики и уверенности, хорошо знает, что это незабываемое чувство. Чтобы говорить свободно с носителями языка, лучше учиться у них же. Но как, если ты там, где вокруг говорят на каком угодно, но не на английском? Оказывается, теперь очень просто. В сервисе Кэмбли можно найти себе репетитора из США, Великобритании, Австралии для разговорной практики. Есть и профессиональные учителя и любители, люди разных профессий, от бизнеса до искусства. Мне полезно было бы найти кого-то, разбирающегося в науке. И вот Скай из Индианы. Я выбрал свободный слот в ее расписании и забронировал. И вот мы созвонились. So, ребята, это Скай. И вот мы общаемся по Кэмбли. Сбиваясь и запинаясь, я рассказал ей о ролике, над которым работаю. Она меня поправляла, потому что я просил ее об этом. И незаметно для себя к концу я разговаривался. Ошибки все еще делал, конечно, но не мялся. Не было напряжения, как на уроке, мол, надо то-то и то-то. Это был живой разговор, и это ощущение освобождало в общении на английском. Репетиторы Кэмбли могут помочь отточить произношение, разобраться в каком-то вопросе, подготовиться к экзамену по английскому. Вариантов множество. В общем, осталось только начать говорить. Для подписчиков Сайван в Кэмбли подготовили промокод NOTBADVLAD на одно 10-минутное занятие каждому желающему. Данные банковской карты для этого вводить не надо, просто и бесплатно. Попробуйте сами, и там уже решайте. It's up to you, my friends. Этому парню из Германии было в конце нулевых 14 лет, когда он гулял у дома, и его руку вдруг обожгло, а рядом в землю с глухим ударом что-то влетело. Это был метеорит размером с горошину. И второй в истории более-менее задокументированный случай, когда в человека попал космический объект. Первый случился в американской Алабаме в 54-м году. Женщина лежала на диване, дремала, как тут метеорит проломил крышу и задел женщину. По черно-белому фото кажется, что несчастную искалечило, но это на самом деле просто гематома. Она прошла уже через неделю-другую. Недавно же исследователи откопали в турецких летописях упоминание о небесном камне, который недалеко от одной иракской деревушки убил одного человека, а второго парализовал на всю жизнь. И пока что это единственный известный науке случай гибели среди людей от прямого попадания метеорита. Правда, он все равно еще под вопросом, нужно бы что-то помимо манускрипта. Но ведь для убийства космическим телом вовсе не обязательно нужно прямое попадание. Достаточно одного взрыва над головой мощностью, как тысячу атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Нечто похожее, судя по всему, произошло в Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска в начале 20 века. Но там не было людей. И вот после многолетних раскопок на берегу Мертвого моря, похоже, удалось найти следы еще одной подобной катастрофы, которая пришлась не на безлюдные просторы, а на место, густонаселенное по меркам Бронзового века. Древний город Тели-эль-Хамам, он был уничтожен мгновенно, 3600 лет назад. Возможно, его трагедией стало прообразом библейской легенды о Содоме и Гаморе. Как писали авторы Ветхого Завета, «И пролил Господь на Содом и Гаморру дождем серую огонь от Господа с неба, и не спровер города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сиих, и все произрастения земли. А жена Алота оглянулась назад и превратилась в соляной столб». Эту деталь про соль стоит отдельно запомнить, потому что позже мы к ней вернемся, и она будет важна. И судя по тому, что обнаружили археологи в Тели-эль-Хамам, «Последний день Помпеи» — это беззаботная и веселая прогулка в вечность по сравнению с тем, что произошло там. Метеорит взорвался еще в атмосфере, на высоте 4 километра. Произошла ярчайшая вспышка, кто посмотрел на небо, мгновенно были ослеплены. Температура подскочила до 2000 градусов. Это горячее открытого огня. Мечи, копья и кирпичи начали плавиться. Думаю, вы и сами представляете, что происходило в этот момент с живыми людьми. И только через несколько секунд до города докатилась ударная волна на скорости около 330 метров в секунду. Смертоносный ветер взметал все, что было на улицах плавящих и плавящихся. Раскаленные обломки здания разметало на километры вокруг. Часть обрушилась на соседний город Иерихон, чьи стены, как в другой библейской легенде, в самом деле посыпались от такой бомбардировки. Никто из 8000 жителей Тели-эль-Хамама в той катастрофе не выжил. Тела были растерзаны, но от большинства костей остались лишь обугленные кусочки. И тут будет справедливым вопрос, а как это все ученые узнали в таких подробностях спустя 3,5 тысячи лет? На это ушло 15 лет раскопок и работы археологов с химиками, геологами, специалистами по минералам и горным породам, палеоботаниками и физиками. Подключать экспертов из других областей стали, когда на раскопках города нашли слой в полтора метра из угля, пепла и оплавленных кирпичных стен. Стало ясно, что город был уничтожен в некой огненной буре, но это мог быть страшный пожар или извержение вулкана, например. Так что стали изучать внимательно детали в следах той катастрофы. В древней обугленной грязи по всему городу нашли россыпи алмазоидов, кристаллов со структурой, как у алмазов. Они были очень маленькие, размером с вирус гриппа, но их оказалось повсюду очень много. Они могли образоваться из-за обломков деревьев и других растений, если была не только температура около 2000 градусов по Цельсию, но и гигантское давление, более 5 гигапаскалей на несколько квадратных сантиметров. Это как поставить 7-8 танков Т-90 друг на друга. Нашли в слове со следами катастрофы эсферулы, такие шарики из испарившегося железа и песка. То есть температура была такой, что они просто испарились, как вода, и быстро остыли, придя в такую форму. Такие стремительность, мощь и разрушительность возможны лишь при ударе космического тела, считают исследователи, но не прямого, а от взрыва в атмосфере. Похожие следы находили при изучении Тунгусского феномена и в кратере Чиксулуп, где, как считается, упал астероид, приведший к глобальным переменам на планете и в итоге вымиранию динозавров. Про него подробно рассказывается в недавнем ролике Артура Шарифова, который я помогал делать и поэтому очень даже проникся темой. Но означает ли это все, что раскопанный город – прообраз того самого библейского Содома, и в Ветхом Завете описана именно эта катастрофа? Очень уж многое здесь красиво совпадает. Но историки сомневаются, авторы древней книги могли описывать вовсе не физические реальные явления, а метафорические, через незамысловатые образы. Огонь и сера – это весьма стандартные образы для описания адских страданий в Библии. Нет же ничего в тексте про камни или взрывы в небе. Точно так же постоянно появляются якобы подтверждения предания о всемирном потопе, будто бы Ближний Восток в древности в самом деле затопило. Но на деле это тоже открытый научный вопрос. Почитайте сами, я оставлю ссылки на проверенные материалы по теме потопа. Так что как бы ни хотелось, торопиться с выводами, что мы нашли тот самый Содом, не стоит. Хотя авторы исследования явно дают понять, что не против такой трактовки. Тогда их работа обретет еще и особую историческую ценность. Что еще мы точно знаем, это что люди покинули районы, задетые катастрофой, на шесть с лишним веков. Местная земля стала бесплодной на сотни лет вперед. Очевидно, из-за резко возросшего уровня солей в почве. Возможно, атмосферный взрыв задел и Мертвое море, откуда выбросилось испарениями и водой много соли. Но другие историки напоминают, что древние римляне тоже любили посолить землю поверженного врага, потому что знали, что так они ее обесплодят на поколение вперед. А древние римляне здесь тоже проходили с войнами. В общем, вопросов по-прежнему очень много. И это прекрасно, потому что так часто и выглядит настоящая наука, когда пытаются решить по-настоящему сложные загадки. И, наконец, загадки, которые можно решить здесь и сейчас. Первая для разминки. И проста, если честно, только на первый взгляд. Перед вами три одинаковых коробки. В одной из них два черных шарика, в другой два белых шарика, а в третьей один черный, один белый. Где какие, вы не знаете и не видите. Коробки закрыты. Выбирайте одну коробку наугад. И, не глядя внутрь, вытягивайте один из шаров. Он оказывается черным. Вопрос. Какова вероятность, что другой шар тоже черный? И вот теперь можно загадку про философов-убийц. Ночь. Дорогой вам человек просит срочно приехать и кладет трубку, ничего не объясняя. Ехать надо срочно. В городе так получилось всего трое таксистов. Сунь Цзы, китайский полководец и военный теоретик. Он написал до сих пор популярный среди инфобизнесменов трактат искусства войны. Другой водитель Джин Айрис Мердок, английская писательница и философ, а еще у нее титул дамы-командора ордена Британской империи. И третий таксист Аристотель, древнегреческий мыслитель, один из крестных отцов европейской культуры. О нем хотя бы слышали, я думаю, уж все. Так вот, двое из этих таксистов хотят убить вас. Один или одна не хочет. И вам, разумеется, надо сесть в машину к тому, кто не хочет. Вы достоверно знаете только вот что. Хотя бы один из этих таксистов всегда лжет. Причем это может быть и водитель, который не хочет вас убивать. Этого вы не знаете. И каждый из них делает заявление. Сунь Цзы говорит, Мердок и Аристотель говорят правду. Мердок говорит, чтобы выжить, выбирай Сунь Цзы или выбирай Аристотеля. Аристотель говорит, Мердок не та, кто тебе нужен, если хочешь жить. И, наконец, вопрос. Кому из этих таксистов вы сядете? Подумайте, поломайте голову в свое удовольствие. Ответы по ссылке на Google Doc. Она в описании под роликом, как всегда. В том же доке ссылка и на все остальные материалы к этому выпуску. С вами был Влад, это Сайван. И не буду скрывать моя любимая рубрика «Пушка». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»